Друзей у меня очень мало, а вот приятелей полмира. Это нужно различать. Это во-первых. Во-вторых, откуда такая информация, что я при нем снимал по два фильма в год? Что за бред? Все свои фильмы я снял до того, как Арсенбека назначили министром. Если уж рассматривать дружбу через призму денег, то уж самыми ближайшими его друзьями, вот по логике Соловья, являются Ахань и Рустик. Вот кому он отваливал серьезный бюджет, вот вы посмотрите. Если уж говорить о деньгах, то все мои фильмы по бюджету меньше одного Ахановского Тамериса. А у него этих Тамерисов каждый год. То есть я хочу сказать, что один Ахановский Тамерис обошелся казне больше всех моих фильмов, которые я снял за 15 лет. Вы что, ребята, считать не умеете? Что касается гонораров, то один свой гонорар я кинул в шапку, которую мы пустили по кругу, чтобы купить квартиру Шалу. А от другого своего гонорара я отказался в пользу картины Кинже, потому что нам не хватило на постпродакшн. Так что, ребята, не слушайте вы всяких балаболов. Поговорите с теми людьми, которые работали со мной на проектах. Далее по Арстенбеку. При моем участии был зарублен его проект, над которым он работал три года. Это я про киностудию Астана Филом. В разговоре со мной президент, я помнится, спросил, что я об этом думаю. И я сказал Тукаеву, что я против. Я это мотивировал тем, что вообще постройка киностудии – это колоссальные деньги. Если это будет в Астане, то это нужно будет как минимум 7 месяцев топить. Еще я говорил, что все творческие, технические персоналы находятся в Алмате. И средний возраст, там 50-60 лет, не все захотят переехать. И так далее. Я не могу сказать, что это именно я зарубил. Но, мне кажется, к моему мнению прислужились. И этот проект в итоге зарубили. И кто я после этого Арстенбеку? Друг, что ли? Поэтому я еще раз хочу сказать. У нас с ним ровные, обыкновенные, человеческие отношения. В гости мы друг к другу не ходили, водку не пили. И сколько у него там самолетов, поездов, я не знаю. Так что, ребята, не надо тут передергивать. Ладно, все это иллюстрация. Вопрос в другом. Зачем подключили Соловья? А за тем, что разговор опять увели в сторону. Выясняловки тупые, кто есть кто. А я ведь не об этом говорю. Я говорю о том, что у нас проблемы с культурой. Что нашу страну постепенно превращают в страну дебилом. Я говорю о том, что наши идеологи провалили свою работу. Что культура всегда шла рука об руку с образованием. А у нас и с тем, и с другим серьезнейшие проблемы. И еще я говорю, что те люди, которым сегодня доверено заниматься этими вопросами, не готовы решать эти вопросы. Не готовы ни профессионально, ни ментально. Я призываю власть задуматься над этим, а не спускать на меня своих натасканных собак. Не нужно уходить от прямого разговора. Нужно сегодня открыто признать о наличии системных вот таких вот проблем. И начать их решать. А это уже вопрос политической воли, надо или не надо. То есть, по сути, вопрос стоит так. Какой народ вам нужен? А что касается Соловья, уж кому-кому, но точно не ему говорить о том, что я вор и бандит, что мне надо в тюрьму посадить. Он докопался даже до того, что я якобы выражаюсь резко. А вы знаете, я никогда не строил из себя рафинированного джентльмена. Не выражался высоким штилем. И я не ношу пиджаков с карманами. Потому что считаю, что некоторые деятели умело прячут свое гнилое нутро за этими дорогими пиджаками. Соловей намекает на то, что я вношу дестабилизацию, что у нас не было войны, у нас все спокойно. Ну, допустим. Ну, какой ценой мы добились этой стабильности? Пересажали, перестреляли лидеров оппозиции, потопили в крови жена ОЗН, зашугали, загнали под стол собственное население и теперь говорит, что у нас все спокойно? Смени пластинку, Соловей. Люди не все дураки, и многие понимают тут, кто есть кто. Мне осылай. Негазы, айтайын дегеным. Арамызда осындайлар барда, біздерге дұшпан керек жоқ. Көрдіңіздер ме, не айты отырған. Мені біреулер жалдады дейді. Маған біреулер ақшат өлеп жатыр дейді. Менің артында біреулер тұр дейді. Демек, мен біреулердің шпионы екен мұнгой. Біз ұлғи сұрттан жауыз деп жүріңіз. Ал кешегі сәкендерді, мағжандарды, алихандарды, бейінбеттерді. Сүнен домалық қағар жазып, жала жауып. Шараптың адамдарына статус берген кімдер? Осын дейлер. Бұл мәйтін әрселерді сөз ғылып, елдің арасына үреймен күдік туғызатындар кімдер? Осын дейлер. Акем арқым айты ұшет, көршін қорқақпосы өзің дүркіту өлтіреттігі. Сенбендер, өтірік бар. Вот. Видите ли, в чом драматизм нашы ситуация? Что такое, по сути дела, антиотбор? Что такое отрицательная селекция? Вот смотрю на этого соловья и думаю, ну просто сказочно-тошнотворный персонаж. А посмотрите, насколько он востребован этой системой. Посмотрите, какая у него, можно сказать, головокружительная карьера. Ведь три десятка лет на высших государственных должностях. Вот таких вот персонажей вырастила, выкормила и воспитала наша система. А сколько таких соловьев сидят по разным кабинетам? Просто этого приставили к микрофону, его слышнее и виднее. А сколько таких сидят и молча принимают решения, зачастую решают судьбы людей? По сути дела, соловей — это олицетворение системы, ее сегодняшнее символическое воплощение. Хотя, если честно, ему ведь никто не верит, его никто уже серьезно не воспринимает. Но он процветает и поет, и существует. Потому что такие вот персонажи ближе всех по духу и по природе нынешней системе. То есть, чем лживее человек, чем он подлее. А еще лучше, если у него вообще нет никаких моральных принципов, то ему заготована блестящая карьера. Поэтому нынче настало время соловьев. Поэтому их развелось так много. Мы живем в стране соловьев. Мы живем в соловьиной роще. Они нужны системе, потому что они заболтают любую тему. Нет образования, говорите? Как нет? Вот же школы, вот университеты, вот колледжи. Студенты учатся, школьники ходят в школу. А каково качество этого образования? На этот вопрос ответа нет. Науки нет? Как нет? Вот же стоит Академия наук. Ее никто не унес. А то, что науки там, собственно, внутри не осталось, что ее раздербанили и пустили с молотка, об этом лучше не говорить. Культуры нет? Как нет? А вот же Астана-опера. Поют, танцуют. А что, за пределами Астаны жизни нету, что ли? Больше люди не живут? И так во всем. Нет правосудия? Как нет правосудия? Вот же есть судебная система. Она работает. А как она работает? Что она прогнилась сверху донизу. Об этом же говорить вслух нельзя. Мы говорим, мир ушел вперед. А они говорят, а у нас есть программа 20-50 или 20-30. Они говорят, что мы их догоним, перегоним. На чем мы их догоним? С вот такими соловьями. У них, видите ли, программа. Но жизнь же протекает сейчас. Иезуитская оппозиция, я считаю, издевательская. В высшей степени аморальная по отношению к собственному народу. Но они так не считают. Им близка позиция полуправды. А мы ведь знаем, что всякая полуправда наполовину уже ложь. И система четко отслеживает. И помещает ярлыками особо буйных. И тут, если ты говоришь правду, то ты чужак. А если будешь подпевать, то свой. И знаете, о чем я думаю? Раньше на наших флагах были изображены родовые тотемы. Волк. На нашей главной площади изображен барф. На нашем государственном флаге изображен орел. А по сути дела на нем должен быть изображен соловей. Потому что мы живем в соловейной стране под соловейные трели. Красиво они поют, конечно. Да что толк? Мне больше вам нечего сказать. Удачи. Пока.